С начала года мошенники обманули 600 жителей республики и похитили у них 170 миллионов рублей. Аферисты используют как новые, так и проверенные схемы преступлений. Как не попасться на хитроумные уловки и онлайн-злоумышленников, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марохина. Целью мошенников может стать каждый, но самыми желаемыми объектами для атак остаются пожилые люди. Пенсионеры, по сути своей, очень доверчивы и легко верят россказням аферистов. Родственник попал в беду, с вашего счета пытаются похитить сбережения, взлом социальных сетей. Эти схемы чаще всего используют преступники для обмана пожилых граждан. Пожилой сыктывкарке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Сообщил, что внучка якобы попала в ДТП. Чтобы ей помочь, пенсионерка должна отдать 800 тысяч рублей. За деньгами к женщине приехала девушка-курьер, которая забрала пакет с наличными. Вскоре выяснилось, что никакой аварии не было. С родственницей все в порядке. Еще раз напоминаю. Телефонные сообщения о якобы попавших в беду родственников, происке аферистов. Получив такой звонок, не действуйте импульсивно. Успокойтесь, положите трубку. После чего позвоните родственнику и уточните, действительно ли у него что-то случилось. Ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам. Пожилой в Аркутинке позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения незаконных действий порекомендовал взять зеркальный займ и перевести на безопасный счет. Потерпевшая поверила в легенду и оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей. Позже перевела деньги мошенникам. Помните, если вам звонят и сообщают о якобы незаконных действиях в отношении ваших банковских счетов, необходимо сразу класть трубку и звонить непосредственно на горячую линию банка, номер которой указан на оборотной стороне вашей банковской карты. Или обратиться в учреждение банка лично, чтобы получить помощь настоящего консультанта. Если же вы стали жертвой обмана, стоит незамедлительно обратиться в полицию. Многие пенсионеры зарегистрированы в социальных сетях, чем и пользуются мошенники. Жительница Прелузи в личные сообщения написала знакомая. Она рассказала о возможности получить ежемесячную надбавку к пенсии. Приятельница попросила назвать данные банковской картой и коды, приходящие в смс-сообщениях. Наивная пенсионерка передала конфиденциальную информацию и лишилась накоплений в 185 тысяч рублей. Позже женщина связалась со своей знакомой и выяснила, что никаких сообщений та не присылала. А виртуальные аферисты создали клон ее странички. Если у вас есть пожилые родственники, еще раз напомните им, что доверять незнакомцам крайне опасно. Обезопасить себя от аферистов помогут только здравомыслие и рассудительность. Чужой человек запрашивает конфиденциальную информацию, просит взять кредит или перевезти деньги куда-либо, стоит незамедлительно положить трубку. Это мошенник. Только совместными усилиями мы сможем защитить наших стариков от нападок бессердечных аферистов. Продолжение следует...